Я занимаюсь городостроительством с 2009 года. Мне стало скучно просто быть городостроителем, и я пошел в междисциплинарное искусство, так называемое. Мы поучаствовали в ряде проектов международных. Когда мы с Димой разговаривали о лекции, была просьба рассказать о международном опыте, как это все происходит. Проект САГО был запущен в 2011 году по инициативе Совета Министров Северных Стран с главным офисом в Орхусе в Дании. В Петербурге у нас тоже находилось отделение Совета Министров Северных Стран, и был запущен проект. Проект САГО состоял из четырех блоков. Первый, там четыре блока у нас было, и основная задача была научиться проектировать общественные пространства. И, в принципе, понять вообще, что такое общественные пространства, как они работают, и как с ними вообще надо работать, какой подход нужно вести. Цель проекта – это как раз использование опыта северных стран, которые, как мы знаем, уже впереди планеты всей по организации общественных пространств. Причем не просто организации общественных пространств, а рабочих пространств. И была собрана междисциплинарная группа. Нас довольно-то очень много было. Там вот, вот здесь перечислены, да, там социологи, психологи, архитекторы, градостроители, средовой дизайн, проектировщики, транспортники, географ, экономист, социальные, по брейдингу. И при этом у нас еще была задача не просто междисциплинарная, но и административный ресурс привлечения. Поэтому в нашем проекте участвовали и главы муниципальных образований, и представители администрации города Санкт-Петербурга, и представители администрации Ленинградской области. Общие принципы и подходы. Общественное пространство и критерии эффективности. Что вообще в принципе, давайте так, я сразу скажу, что будет там написано, вы сами читайте. Да, то есть я буду так рассказывать, но я думаю, мне интересно будет, да, если я буду читать, что написано. Да, интересно. А это вы можете скачать, эту презентацию, я думаю, ребята выкинут. Вот, соответственно, что вообще такое общественное пространство? Да, все мы понимаем, это то место, где все общество общается, да. То есть в 1972 году было выведено такое определение исполком СССР, главным тогда еще градоустроительством, было выведено транспортно-коммуникативные пространства. Вопрос, всегда задается вопрос, да, это почему все-таки транспортно-коммуникативные пространства? Дело в том, что общественные пространства, они должны быть общедоступными. И основная цель всех организаций, это сделать пребывание людей на данной территории как можно дольше и заинтересовать их. Тогда пространство работает. Общественное пространство, непонятное, как бы скажем, аморфное состояние территории города, которое нужно как-то преобразовать. Мы собирали сагу, заставили себя переосмыслить, да, то есть мы привыкли думать, что если сделана хорошая улочка, и на ней какая-то есть архитектурная, малоархитектурная форма решены, что стоят лавочки, что это общественное пространство и работает. Так у нас было с поколений, да, то есть человек работал до революции, было в основном городах были это мануфактуры, и общественные пространства таковыми были это территории. Но вот Санкт-Петербург очень сильно отличается тем, что это были внутридровровые пространства, где проходили такие знатные банкеты, где проходили фестивали, фестивали музыки. В Витебске, на самом деле, вот в вашем почти родном городе, да, тут рядышком, В Витебске в такие же пространства тоже были. То есть и при, тогда еще при императорах, да, были уездные мероприятия. То есть сейчас мы их называем конференциями, а раньше назывались уездные мероприятия. То есть собиралась делегация, выезжала куда-то и обсуждала такие вещи, как мануфактуры, как с ними работать, обсуждали другие вопросы, делились информацией, кто-то путешествовал. И это сложило в некий такой стереотип пространства, которое оставили за собой след. В истории, что в Петербурге очень много территорий, которые, как они назывались, там, да, двор капеллы, так проходили концерты, капельные концерты, так они до сих пор и проходят. Спустя там уже больше ста лет, все равно люди собираются в них и выступают. Соответственно, когда мы стали обсуждать все вот эти вот пространства, вышла речь о том, что, да, о чего люди хотят. Потому что большая беда, я не знаю, как у вас, но я думаю, что это, в принципе, во всех городах, не только там, там не надо брать отдельно страны, да, там Россия, Беларусь, Украина, там, или страны СНГ. И это то же самое происходит, на самом деле, и в Великобритании, и в Исландии, и в европейских странах, и в американских странах. То, что в основном отвечает за пространство города администрация города. Она решает. Она решает, какой бизнес здесь будет. Она решает, кто здесь будет находиться. Она решает закрыть это, открыть это. То есть, и мы хотим, не хотим этого, но мы сталкиваемся с административным ресурсом понимания, можно ли это делать. И, соответственно, наш второй пункт, это была партиципаторность. Это привлечение людей выяснить, а что им надо. То есть, понять, а смысл тех людей, которые находятся в этом месте, для чего им это пространство нужно. Когда говорят, да, давайте вот здесь вот сделаем какой-нибудь кластер. Окей, хорошо. Это рядом находятся жилые кварталы, да. А вот здесь вот кластер мы сделаем, чтобы там люди тусили, отдыхали. Здорово. Замечательно. А что хотят-то люди, которые там живут? Что они от этого хотят? И, соответственно, мы провели очень большую работу по поводу партиципаторики и даже пытались... Я хотел сегодня сделать слайд, но, к сожалению, не успел. Хотел вообще прийти в принципе, да. А за что может отвечать партиципаторика? На что ее можно направить? Второе, третье положение, которое мы для себя выработали, это было, скажем так, мы пошли по статусу маркетинга, с маркетинговой стороны. Маркетинг гласит 4P, да, то есть у нас есть продукт, есть территория, на которую он должен распространяться, промоушен, да, и продакшн. То есть 4P, так называем маркетинги. И мы взяли оттуда небольшое вот это слово, да, и оформить спрос на социальные процессы. То есть загенерировать, дать посылы генерации социальных процессов, чтобы проходили. И на самом деле мы нового ничего не открыли, мы просто открыли положение того же самого пресловутого градоустроительного собрания 72-го года, где было принято решение, все, наверное, помнят такие, дом детского творчества, да, там кружки. И сейчас она возобновляется, начинает. Они остались где-то, но уже не так сильно. В каждом районе, мы с вами потом об этом поговорим, вы пока подумайте, да, сколько процентов детей занимаются в этих кружках от общего? Да, в 72-м году было повальное, то есть 85% детей должны заниматься в кружках. Или иначе называлось это бесцельное провождение временно, которое ввело неуголовную административную ответственность и наказание родителей за то, что их дети бесцельно проводят время. Соответственно, взяв мы наши социальные процессы, попытались подумать о их генерации и поняли, что мы ничего не умеем. И следующее у нас было продолжительные процессы. На благоустройство, там устойчивое пространство, там все красивые слова. И мы перешли к размышлениям, что может в них включаться. То есть мы выработали некую систему работы. С нами, в наших партнерах был, ну как бы, и один из азициаторов этого проекта, сага, была команда Гейл Архитекта во главе с Гейлом Архитектом, который нам сказал, господа, давайте поступим с вами так, вот вам наша методика, которая работает Гейл Архитект, уже отработана 25 лет, больше 70 городов она прошла, самые яркие, мы знаем, что у них написано сейчас, девятая книга у них выходит, город для людей, именно с применением их методики, он говорит, ну помните одну маленькую вещь, что просто взять и эту методику, применить на город невозможно без ее адаптации. Адаптационность составляющая у нас проходила где-то месяца 4, то есть чтобы просто взять методику и применить ее на территорию, ее нельзя. Каждый город уникален, нету одинаковых городов. По планировке, по ментальности города, по занятости, да, то есть городов одинаковых нет, соответственно, каждую методику нужно принимать. И в нее вот вошли самые важные, да, там транспортные исследования, архитектурные, функциональные, стейтхолдеры в родейце, там, история достопримечательностей, список общественной жизни, качество общественных пространств, социологические исследования. Все это вышло в один блок обработки и визуализации. Самый страшный блок из всего, когда мы поняли, что при подготовке общественных пространств работы, чтобы к ним вообще приступить, даже что-то там мыслить. Мы же не говорим о том, что там уже начинаем лавочки цвать, но чтобы понять вообще, как вот, не знаю, там вот, ну как книга, да, то есть, каждая книга, да, бывает вот, берешь книгу и ты не понимаешь, с какой стороны ее начинает начинать читать. Если мы начнем сразу читать, то есть можно, может, она хорошая, мы поймем на десятой странице, что она не нравится нам, да, там, может быть, она произойдет по-другому, и, а нужна ли нам эта книга, а то, что мы из нее вычитаем, а это нам понадобится, это нам нужно будет, или это просто как художественная литература мы прочитали и все, и ради того, что мы ее прочитали, что-то познали. То же самое и пространство, их нужно сперва познать. И вот этот вот блок обработки и визуализации, хотя бы первоначальный, это был год. 40 человек работало ровно год. Мы собирались три раза в неделю. Нас уже тошнило друг от друга, мы просто ненавидели, мы хотели порвать друг друга, потому что каждый хотел навязать свое, но мы пришли к одному и, к одному мнению, господа, давайте свое мнение в данном случае сейчас не высказываем, мы говорим только о голых фактах, которые собираем, не додумываем туда ничего, не говорим, что я думаю, что вот это будет лучше, а я думаю, что здесь, давайте, я думаю, уберем. Убрали, я думаю, и собрали голые факты о том, что есть. Мы взяли, проработав их, мы перешли к следующему. Мы перешли к анализу данных. Вот когда уже произошел анализ данных, мы тогда сказали, что какие проблемы есть, какие жители тут есть, кто за этим стоит, зачем он стоит, почему эта лавочка используется именно алкашами и почему эту лавочку нельзя убрать с этими алкашами, почему нельзя убрать эту лавочку, где сидят ребята-гастарбайтеры, они любят то в Средней Азии, а у них там принято кушать не за столом, а на земле, быть ближе к земле. И у нас это и есть пространство, где сидят гастарбайтеры, которые отдыхают, приносят свои лепешки, арбуз, сидят, кушают. И почему их этого нельзя убрать? Все говорят, давайте уберем этих алкажей, они нам не нужны. Но тогда я думаю, что они не нужны. Но мы убираем слово «я думаю» и мы должны с ними также считаться, а не тот же социум наш, с которым мы работаем. Перешли мы к рамке направления проектного движения, исходные данные и место для петасипации. Это был, к сожалению, я в этот блок уехал на Дальний Восток и пропустил. Я занимался Дальним Востоком, но я могу вам сказать, что там люди хотели уже реально друг друга поубивать. Потому что тут началось противостояние. Партиципация, все понимают, что такое слово «партиципация» или «расшифровать»? Расшифровать, да? Есть у партиципации много значений, но главное его назначение – это снизу кверх. То есть люди, которые живут в этом пространстве, принимают самое непосредственно активное участие в создании своей среды. То есть и вот когда мы применяем партиципацию, мы сразу начинаем понимать, что у нас статус общественного пространства переходит не просто статус общественного пространства, он уходит территория для жизни. И с этого мы привели самый классный пример, который был можно придумать. Каждый, у кого есть своя квартира, дача, дом, начинает с этим работать дома. Он хочет, чтобы он пришел с работы, кинулся на классный кожаный диван, включил эту плазму и его все, не волнует, что происходит. Он закрылся. Но чтобы это сделать, что он делает? Он тратит деньги. Он идет зарабатывать эти деньги. Он тратит, он разрабатывает проекты. А эти проекты дали такую жизнь архитекторам, дизайнерам внутренним, которые занимаются. Это когда посмотрели мы работу одного из фестивалей «Дизайн квартир», было подано 18 тысяч вариантов решения одной квартиры. Это был мировой опыт в Далласе, его запустили по всему миру. 18 тысяч работ пришло. И когда организаторы сказали, мы не можем определить победителя, потому что каждый проект есть свой проект. То есть каждый человек думал. Он думал для себя, он смотрел на него. И вот этот пример мы взяли как за основу. Что такое партисципация? Люди хотят как для себя вести в этой территории. Потом был еще страшнее. Самый страшный был, еще страшнее был блог, да? Это сессия партисципаторно-планирования. Вот тут мы вроде бы с собой договорились, но когда мы собрали фокус-группы, вот там люди уже хотели друг друга поубивать. Потому что они начали конфликтовать между собой. Интерес конфликтов неизбежен. Потому что мама с собачкой хочет ходить с собачкой и не убирать за собачкой. А мама с ребенком хочет, чтобы ее ребенок здесь был. И хочет, чтобы эта мама с собачкой убрала за собачкой. Но мама с собачкой уже давно не убирает за собачкой. Потому что ей наплевать на эту территорию. И она хочет только выгуливать свою собачку. Ее интерес в этой собачке. А у другой мамы, в ребенке, у алкашей посидеть, никого не трогать, чтобы их не трогали. У них интерес. Вы знаете, да, что алкаши такие вот, вот эти вот, группированные, которые сидят. Они никого вообще ни разу не трогают. Они такого, если у них закончили сигареты, они захотят спросить сигарет. Вот такого добра вы, честно, ни у кого не услышите. Это самые честные люди. Они вам расскажут все. И самые честные алкаши поставят табличку, помогите на бухло. И вот это, это честно. А вот женщина с собачкой, это не честно. Потому что она не уважает. Она уважает только себя. И вот здесь было много мероприятий, которые вывелись. И во всяком случае мы через месяца полтора-два договорились. Когда стали обрабатывать результаты, мы поняли, что неизбежно, когда вы работаете с общественным пространством, вы работаете с бигдатой. Потому что данных, вот даже о маленьком кусочке, я дальше перейду к примерам непосредственно нашим, территории, с которыми мы работали. То есть, это данные, наш архив составляет, на Google Docs у всех место закончилось. На Друбоксах у всех место закончилось. То есть, у нас было уже просто, уже только выжимки собирали. Только-только там выжимки. Потому что весь архив САГО проекта, когда мы его по договору с Советом Министром Северной страны, мы должны были передать. Показать, что мы работаем там. На состав документов только 270 документов нормативных. И это только по, как бы, на каждый райончик, вот где-то в среднем так получается. То есть, это очень много. И данные, таблицы, просто я не стал уже показывать, хотя, возможно, надо было, да? То есть, это... А, там у меня будет одна, визуализируем уже табличка. Системный подход к анализу. То есть, как анализировать... Мы вот тут вообще встряли. То есть, собрали данные, вот так, гора вот этих листовок лежит. У нас вот куча аудиозаписей, куча интервью. И чё? И чё мы с этим будем делать? Из этого же нам надо что-то родить. Вот, но обработав, перешли к проектным решениям. Проектные решения вырабатывались на основе нашего опыта. У каждого был свой опыт работы. Там социологи были социологическими методами используемыми. Как градостроительные, там транспортные, транспортные. И на данном этапе мы уже катались, визиты делали в Норвегию, в Швецию, в Финляндию. И когда мы приехали в Норвегию, нам показывали три города. Это было Осло, Тронхейм и Лилихаммер. И нам показывали, а как вот эти города живут. То есть там Лилихаммер имеет свою историю. То, что это единственный, наверное, город в мире, который в пять раз увеличил свое население. То есть там почти в пять раз. Тем, что в 94-м году там провели зимние Олимпийские игры. И Инги Орхус, он один из тех главных, ну, главный архитектор был Лилихаммер, который убедил мэра, убедил президента страны провести Олимпийские игры. Что для него это стоило? Он, конечно, такой же седовласный дедушка бегает. Мы его зовем гномиком таким, норвежским гномиком, который реально пробивной. Он подходит, и почему-то ты начинаешь его слушать. А он, чтобы выработать эту систему подхода, он провел громаднейшую работу. И вот, соответственно, он, как на правах хозяина, нас поводил по Норвегии. Это было очень прекрасно. Там Тронхейм тоже свои, там старые рыбацкие кварталы переделаны, просто прекрасные вещи. Ну, чтобы это переделать, это было не спонтанно, вот так взяли и построили, а это целая работа была большая проведена. Что в Осло, там у них на север-западе, получается, а в промышленном районе там уже заделали такой индустриальный кластер, где хипстеры сидят отдельно, гончары сидят отдельно, там рынок. И у них там считается самый лучший рыбный рынок, потому что там потребитель всегда. То есть туда народ приходит и там едет, причем там цены такие удивительные. Вот. И, соответственно, проектное предложение, это тоже такой блок, который составил, нас заставил поднапречься. То есть мы даже делали между собой конкурсы. Мы делали конкурсы студенческие. Пытались работать и прийти к одному мнению, а наша задача была из всего вот этого объема сделать один проект на одну территорию. Это был пилотный проект, соответственно, денег нет, всего нет. И, ну, соответственно, дальше идет реализация и дальше происходит взаимообратная вещь. После реализации начинается оценка результатов. То есть опять же опрос населения, опять же, вот так, снимок общественной жизни, выявление конфликтов, регистрация изменений. И на самом деле на этом не заканчивается. На самом деле это переходит опять назад. И это должно постоянно существовать. Если мы хотим работать с общественными пространствами, это должно быть замкнутый круг. Ну, вот примеры наших исследований, да, то есть было собрано, кто чем мог заниматься, кто тем и занимался. Вот. Лично моя работает вот. Вот эта красивая картинка, где входит и выходит на остановки, общественного транспорта, на самом деле это вот, мы все видим просто вот эти картинки, а кто знает, да, кто работает, архитектор знает, да, чтобы вот эту картинку получить, сколько нужно вложить души своей туда, чтобы эта картинка была. И не просто там картинка, а она должна быть не просто наглядная и читабельная, да, а эта картинка должна, если вы попадете на эту территорию, вы должны эту же картинку увидеть сами. И не только сами, но еще и показать людям эту картинку. Соответственно, ну, то, что там вот исследовали, про то, что я говорил, что они выявляют, вот. Работа с выбранными территориями. Вот Петроградская сторона, территория Южной Коломны. Если кто Петербург представляет себе, знай, где находится Синая площадь. Да, то есть и там вот такая трамвайная веточка уходит, а как раз площадь Тургения у нас приходит. Территория – это исторический спальник. Тут ничего не происходит, ну, кроме вот этой вот, вот этой части. И когда мы давали задачу ребятам, почему-то все люди сразу садились вот сюда, вот на эту территорию. Никто не смотрел вот на эти три, которые мы дальше уже добавили. Площадь Репина, там площадь Кулибина и набережная. Семи мости, так называемые. Выявленные проблемы, дефекты обустройства, изолированность общественных пространств, неиспользованный потенциал воды, инфраструктура, которая неудобна. Здесь я тогда начал ребятам предлагать, я говорю, может быть, давайте мы с вами попробуем поработать с барьерной средой. И тут возникли очень сильные сложности. У нас есть норматив, я не знаю, просто как в Беларуси, но в России есть норматив, что перепад от бордюрного камня до подушки, асфальтной подушки, должен быть составлять перепад 4 сантиметра. Но мамы, у кого вот грудные дети, они знают, что это невозможно, это когда вы идете, ребенок спит. Просто не все имеют возможность купить на амортизионной коляске. Обычно такие вот с олдовыми колесами. И когда это проходит, это страшно. Я сперва даже не понимал это, пока мне не дали в руки племянницу с коляской, говорит, на, иди погуляй. Вот тут реально тогда я начал понимать все, что происходит в этом пространстве, что пройти это невозможно. И самый такой, вот такой вот, шестой пункт, это было скука. Никакое мероприятие, никакие ничего не проводится. Просто нам предлагали еще Калининский район взять, как пилотный, но там есть территория, там Пискаревский парк у нас, в котором проходят постоянно какие-то мероприятия, администрация его всегда задействует, ставит концертную площадку. Раз в две недели какое-то мероприятие там проходит, социальное, то есть там для инвалидов там собирает, с ними кино показывает им, там собираются и йога-мастера, и бабушки, а там и фитнес на воздухе, кому за 70. То есть это абсолютно нормально, да. То есть в Минске, я знаю, в парке имени Челюскинцева, там проходит вечера музыки, кому за 55. Это здорово. Вот, и вот оно, в принципе, да, это вот беда, ну это уже так разложено, да, то есть вот пожелание жителей, то есть это вот только, это только пожелание жителей обработано, да, то есть каждый хочет детские площадки, кто-то со скамейки с навесами, кто-то цветы и зелень, кто-то транспорт неудобный, кому-то место для футбола надо, кому-то кафешечка, кому-то магазинчики, очистить мусор, кому-то нужны туалеты, там охрана и полиции, там праздники, фонтаны, все, и это еще вот этот список, это мы агрегировали список уже, то есть вот составили через стикер-борд, мы подошли к этому. Потом определили, а как люди все-таки ходят и какие потенциалы на территории есть, то есть цветными мы выделили, это то, что можно задействовать в реале, то есть где, так у нас, здесь и транспорт, где пересекаются, где очень много цветов, это как раз вот все наши вот эти вот входят. После чего пришли к одному идеальному выходу, да, то есть когда мы просили, люди хотят праздника. И было придумано, что вот на этой набережной фонтанке есть набережная, и это не просто набережная, это пляж. И у нас был даже проект, социальный проект, когда народ выставил плакаты, под этим гранитом есть песок, и мы на пляжу. И это было здорово, и реально народ потянулся, пришел народ посмотреть, а что это такое. И после чего родилась такая идея, что этому месту не хватает променантной набережной, именно вот в деревянном стиле, где можно и с детьми подойти, и что-то еще там поделать, и посидеть, отдохнуть. То есть такое место, где человеку будет удобно провести время. То есть мы выбрали солнечную сторону, там все прекрасно, там дома закрывают, там ветра практически не бывает в этой части. То есть это само напросилось, и при решении пришло как-то само понапросившееся решение. К примеру, очень классно, вот тоже в Осло нам показывали, как там сделана набережная, и в новом части города, то есть можно погулять, посидеть, отдохнуть, и там все, и мамы с детьми, и мамы с собачками, и кто-то с колясками, и с бутылками пива, там тоже есть место, где можно распивать спиртные напитки, и можно, там есть даже место, где собираются ганжубасири, то есть там показали, говорят, ну так мы вам ничего не говорили, с видео потом вырежете. Вот, и там собираются, и вот эти йога-мастера собираются, и капуэрчики собираются, и мы предположили, и задали вопрос населению, а если у вас будет набережная такая, вы готовы на ней жить? И 90% населения сказало да, еще 10% сказало, а если я туда доберусь, то да. То есть вот, и второй пример, это уже было, да, нет, действительно так, потому что большинство проблем у нас общественно, ну это следующий, тогда я в результате перейду, большая проблема, это у нас доступность общественного пространства. Вот, следующим было, это Петроградская сторона, здесь вот наша Петропавловка, здесь вот Троицкий мост, Дворцовый мост, то есть вот здесь вот уже центральная часть города, Нева, и вот были выявлены основные такие точки притяжения, которые могут стать общественными пространствами. Газовая улица, здесь находится Газгольдер, прекрасный памятник архитектуры, которые до сих пор бьются, непонятно в чем им ведение, но это место хотят вот как-то задействовать, потому что у нас есть пример в Санкт-Петербурге, где один из самых крупных Газгольдеров стал клубом сперва, потом там были автомастера сидели, потом там байкеры были, сейчас эта территория реально используется под конференции, и это круто, когда вы находитесь в круглом здании, в Газгольдере, только одни стены, купольная крыша, то есть акустика там бешеная и задрапировано все черными тканями, и лектор только видит лектор, а лектор не видит зал вообще. И так прекрасно, потому что вот там начинается скрываться таланты, там сейчас происходят какие-то поэтические вечера, там вот в этом году мы в этом пространстве провели мероприятие под названием Живая конференция, первый такой опыт попробовали сделать, мы, скажем так, заимствовали его, не знаю того, но мы заимствовали его у IBM, который проводит свои конференции на 5000 человек именно в темном помещении, и если человек хочет задать вопрос, у них есть такие лампочки, нажимают, к нему дают микрофон, то есть контакта такого вот нет, но как говорят, что так лучше усваивается информация, но действительно всем два дня, и это было очень плотно, по 10 часов работы за каждый день, и это нужно было сидеть, думать, это живая конференция, она заставляет не только слушать, когда ты слушаешь, ты устаешь, мы знаем, что вот, я знаю, что через полтора часа люди начинают уставать, и не воспринимать информацию вообще никак, все, потому что это вот, недаром у нас, и в институтах академический час, полтора часа идет, есть 45 минут на это в школе, полтора часа в институте, это не просто так сделано, то есть это есть, и Гальцгольдер один из таких мог стать, но, к сожалению, это, там сейчас война идет, не знаю, там может быть, когда-то все-таки это получится, то есть, сразу скажу, да, что это было пилотные проекты, это, у нас не было финансирование на реализацию этих проектов, то есть, мы должны были подготовить, именно, адаптировать методически, и показать, что, как нужно подходить к общественному пространству, ну, тут, соответственно, еще опять, и дальше начались исследования, с Петроградской стороной нас было очень много работы, больше ста волонтеров участвовало, то есть, работа была грандиозной, то есть, это мы уже, это масштаб, если мы там брали масштаб одного маленького квартальчика, да, то есть, северная, а южная колонна, то есть, здесь уже целый Петроградский район, весь, вот эта часть, вся была задействована, даже, оно и на исследование пришлось захватить, в данном случае, у нас вот этот, самый дорогостоящий объект в мире, Зенит-арена, 56 миллиардов рублей, то есть, это почти 1 миллиард долларов, то есть, это самый дорогой, то есть, круче не бывает, мне кажется, но там, если он не будет работать, я не знаю, что люди с этим сделают, но мне кажется, она должна работать, просто, как в фильме, да, вспомните, о чем говорят мужчины, да, Лид, вот Гренко не может стоить 8 долларов, а Крутон может, и вот ты сидишь и ешь, понимаешь, и находишь этот вкус, что это Крутон за 8 долларов, то есть, мне кажется, тут тоже будет, а ладно, это клирика, вот, но мы увидели, но в итоге у нас получилось то, что основные точки притяжения, желтым, здесь вот, плохо, да, наверное, видать, видать, да, видно, это вот, где люди ходят, активность людей, да, то есть, и самая концентрация, туристическая происходит, и основные векторы движения транспорта, вот, предварительный выбор, мы все-таки перешли вот в набережные Карповки и Петроградская набережная, здесь у нас стоит Аврора, вернули ее в этом году на место, и это излюбленное место туристов, очень много конкурсов было выиграно на фотографию, и которые были именно сделаны именно вот с этой точки, то есть, в этот момент видно, как под Троицкий мост стоит, и под другим, под Троицким мостом видно, как разводится Благовещенский мост, и как разводится Троицкий дворцовый мост, и в правильном положении установки камеры там народ, и это вот происходит так, а приходите с фотоаппаратами, это буквально 7 минут занимает сутки, когда разводятся мосты, ровно за 4 минуты до развода этого моста приезжает автобус с китайцами, с вьетнамцами, с итальянцами, с грузинами, приезжает, и они выбегают, и давай, все щелкают, все толкаются, и все стоят в очередь в это место, чтобы сфотографировать, после чего, все, нету никого, они в автобус поехали к другому мосту, нам сперва показалось так же смешно, но потом, когда мы поняли, что, а это действительно, здесь нету ни инфраструктуры, чтобы задержать человека, это секундное действие, которое производит эти 7 минут, дает такой хаос, мосты разведены и так, а людям куда надо двигаться, и получается, что, кто не знает, да, едет сюда на мост, а мост разведен, что он делает, он поворачивает сюда, и выходит через два гренадерски, и, благодаря, большой, ой, господи, Большой Самсоневский мост выходит, и вот здесь собирается пробка, если здесь собирается пробка, то вот это все, перманентно покрывается пробками, а здесь спальные районы, и получается, что вы в спальнике, в час ночи у вас шум гул машин, шум гул мотоциклистов, крики, оргии, постоянные драки, потому что кто-то кого-то зацепил, кто-то не успел, и таксисты там, и это страшно на самом деле, сперва там туристы, это, конечно, прикольно, за ними наблюдать, но еще ужаснее наблюдать, что происходит. Нас почему-то считают, что общественное пространство, это такой кластер бизнеса, то есть общественное пространство, это должен быть бизнес, и ничего не другого, если эта территория не приносит никакой денег, то эта территория не работает, поэтому у нас на набережной здесь выставлены как они, мы как мы их называем, у нас прикол такой даже, бабушка, балалайка, шапка, потому что там стоят бабушки, вот эти стоят, платки для бабушек, балалайки, шапки, и там такие там ценники, что мама не говорит, ну китайцы, ну у них 7 минут у них всего есть, у них реально 7 минут есть, вот они за 7 минут подбегают, вот это все, скупают и убегают, Аврора, там бедные солдатики, которые несут, несут службу, это вот еще один объект культурный, хотя они живые люди, но это культурный объект, они стоят неподвижно 2 часа, держат свой пост, и каждый норовит сфотографироваться, и это происходит, и вот эти вот совместно с лотками, а здесь нету магазинов, ни одного круглосуточного магазина, чтобы зайти в такой магазин, нужно вот сюда прийти, то есть все, кто хочет прийти, приходят туда со своим уже, соответственно, кто приходит со своим, вы заметили такую вещь, когда человек приходит со своим, он не хочет уходить со своим же, он вставляет его на месте, и это на самом деле очень печально, то есть когда человек, и это действительно даже вот не то, что там Петербург, там Россия, что-то еще, это везде так к этому наблюдается, то есть если человек идет со своим, хорошо это вот эти спортивные питания, да, он открыл боксик свой, он знает, что боксик ему каждый день нужен, а человек, который купил мороженое где-то, и идет, у него уже это мороженое подтаяло, потому что он хотел поесть именно на этом месте, в этом месте съесть мороженое, и, а тут нету возможности купить мороженое, он уже пришел с этим тальшим мороженым, весь перепачкался, выкинул, где-то что-то обтерся, ушел, хорошо, он ушел, другой пришел, то же самое сделал, урны переполняются битком, и, если там, скажем, полдвенадцатого еще вечера, там где-то в два разводятся мосты, полдвенадцатого прекрасно, у нас же белые ночи, светло, там про улицу, очень приятно прогуляться, но в час ночи, в два ночи, это уже все страх, ты идешь по колено в мусоре, то есть, и это уже есть проблема, как не подойти, конечно, там запустили уборку города, там уборка мусора, все хорошо, понятно дело, то есть, к утру все чисто будет, но вот эти вот следы, от мороженого, они остаются, и хорошо, если дождь пройдет, хороший, который смоет, а когда не высыхает, это еще и начинает пахнуть все, и то есть, и мы получаем просто из того, что решили сделать для туристов, красивое место, с тем, что там поставили вот эти, лотки для сувенирами, нет ни одного туалета, биотуалета для того, чтобы там люди могли остаться, держаться, соответственно, все дворы тут, как в Париже, все запахи собраны, в лучшем виде, все это вот, и это получается просто, как бы, общественное пространство, само себя уничтожило, потому что оно не выдержало того, сколько туда людей пришло, люди не посчитались просто, так, что это у нас тут, уникальность Петербурга, Петербург использует свой ресурс, но это были уже пожелания на администрации, было, когда вот это все выделено, предварительные рекомендации были собраны, и в итоге результаты были, да, сформулированы, и итогом всей нашей этой работы, полторагодичной, стала вот такая вот книга, сага-бук, то есть сага о городе, в котором, то, что я рассказывал, да, это вкратце, здесь вот описано, в 200 страниц, то есть вот это вот, я организаторам скин, обязуюсь скинуть, PDF-очку, да, PDF-очку скинуть, потому что книга, к сожалению, у меня осталась одна, я вам покажу, даже дам посмотреть, вот полистайте, да, там за время, там, потом только прошу вернуть, потому что у меня она осталась одна, вот, причем не только у меня одна, у нашей команды она осталась одна, и мы с ней друг другу передаем, что вот так вот рассказывать ездить, вот, есть, вот, ну, в принципе, вот просага, это вот такой вот наш был проект, смысл, сакральный весь смысл был в том, чтобы разработать, разработать методические пособия, к подходу, к общественным пространствам, и поменять стереотип того, что общественные пространства, это не пространства удобные для какого-то кластера населения, да, или для туриста, для какого-то жителя, это должно быть для всех, это территория, в которой мы хотим жить, open space, live space, то есть, это территория такая же, как квартира, такая же, как и двор, кстати, вы знаете, да, вот, скажем так, вы знаете, какой самый лучший дом? Правильно, свой, и недостроенный, потому что человек, который живет в своем доме, он всегда достраивает, что-то делает в нем, здесь, было один, такое, такое исследование было, неформальное, я не помню, кто авторы, список авторов, не помню, но знаешь, что это делал социологический институт Нью-Йорка, они делали, опрашивали людей, те, кто строит сам дом, и те, кто покупает готовый дом, и, как ни странно, те, кто покупает дом, готовый дом, который заселяешь, уже живешь, люди там живут не больше, чем 5 лет, тот, кто строит дом, как правило, он становится семейной реликвией, и в Канаде, вот они вот на Пятом озере делали опрос, и в Канаде очень много выявлено домов, которым уже больше 200 лет, они стоят и передаются с поколения в поколение, они перепродаются, они на Аляске эти дома, там еще при императрице строились эти дома, конечно, от домов уже ничего не осталось, построены новые, но территория, она вся живет, вот в этом, то есть, и люди сами создают себе удобство, вот, ну, в принципе, вот по САГе у меня, я думаю, что все, если есть какие-то вопросы, готов ответить, потому что у меня еще 4, совет министров северных стран, порядка, порядка, сейчас, секундочку, совет министров северных стран, порядка 40 человек было, принимал участие, ну, активных было 7, Леонтьевский центр, человек 10 от Леонтьевского центра, центр независимых социологических исследований, весь центр практически, это человек 40, совет муниципальных образований, это где-то 16 и там 18, то сколько получается, 34, да, 34 человека с администрацией города, то есть, это глава администрации, муниципального образования, это глава, там, ответственный за архитектуру и градостроительство, это за финансы, соответственно, то есть, весь список, то есть, эта работа была, не такая, междисциплинарная, не только междисциплинарная, но еще и администрационная, административный ресурс работал, то есть, в этой работе, которая там, во всех вот этих красивых картинках, вот этих, принимали участие и администрации, потому что их заставляли, мы их возили, а самое удивительное произошло то, что у нас один из чиновников, после посещения Норвегии, он так вдохновился тем, как там сделаны детские площадки, то есть, когда он ходил, смотрит, висит обыкновенная качель, но эта цепь, не голая цепь, она закрыта, в термоусадочной пленке, и это покрытие такое, что дети берутся, и ручки не скользят, и когда говорят, что там же, там другой климат, это Тронхейм, это север, дальше просто все, там рядом Берген, это вечно, у них 8 месяцев в году, зима, там холодно, мы были в сентябре месяце, в Осло мы ходили в маечках, и в шортиках, потому что жара 28 градусов, там мы были ночью, минус один был, сентябрь месяц, то есть, дети бегают, играют в футбол, в шортах, и вот таких вот пушистых, вязаных штучках, вот все, шапку бегают, то есть, это холодно, и дети играют на этих площадках, батуты стоят из материала, который позволяет при минусовой температуре работать, то есть, там вот эти качели, мы сами не удержались, и забежали на эти качели, потому что эти качели не только для детей, и не вот только вот этого стандарта, да, там взрослые, вот четыре здоровых мужика сели на качели, и сидим катаемся, просто нас прет, это круто, и он так вдохновился, что он стал официальным дилером в России, вот этих производителей общественных площадок, то есть, можно сказать, одного человека мы обратили в свою веру, вот, помогите так, да, задавайте, да, интересно работать с Петроградкой, оброза всех делах, интересно ли вам работать с Купчино? Да, на самом деле, с Купчино у нас был проект, Купчино это такой городской гетто, да, сейчас я расскажу там, Купчино, в котором живет практически 2 миллиона населения, в Петербурге 6 миллионов, весь Минск живет в одном районе, Минск 2 миллиона, насколько я помню, а вот, так, давай сейчас 5 ступеней сперва, пройдемся по ним, на начало только поставь, пожалуйста, а вот, с Купчино, мы работали с Купчино, у нас были пилотные проекты, до того, как прошел проект САГО, мы работали с Купчино, просто, почему я не рассказывал про Купчино, потому что с Купчино это был внутригородской проект, а это было с международным использованием, то есть, это вот, поэтому, но про Купчино хороший вопрос, сейчас расскажу, Купчино обладает большим количеством домов, которые непонятно вообще, кто их строил и как их строил, почему вот эти нормы сразу, допустим, не закладывают, да, дело в том, что Купчино застраивало в 90-е, и основная часть Купчино была застроена в 90-е, когда слово градостроительство, в 89-м году, когда ликвидировали совет по градоустроительству, а по градоустроительству еще не приняли, и начинается развал СССР, соответственно, расходятся все инфраструктуры, и под подчиненной делегации расходятся кто куда, тут начинают строители, что делать, бабки есть, блин, вот они, тем более идет, начинает доллар, начинает дорожать, а мы знаем, да, что до распада СССР доллар стоил 1 рубль, 1 доллар стоил, и тут после распада становится сразу 6 рублей, то есть 6 раз, и у всех, у кого были миллионы долларов, они в 6 раз увеличивались, и начинается строительство, повальное строительство вот этих вот домов, когда там мы были заселять те, потому что Купчино, это же территория для рабочего класса, там... Это собирательный образ просто Купчино, да, здесь шабаны в Минске, там еще какие-то, собирательный образ Купчино был, зашел туда, камеру можно выключить, а то, ну ладно, не буду, воздержусь, а то это нехорошее слово, пришел туда и, как говорится, хочешь потерять все, иди в Купчино, а, хочешь потерять все, иди в Автово, да, хочешь потерять сознание, иди в Купчино, самые лучшие клубы, которые знали их там, да, то есть, под таким названием, как, некультурные просто слова, там, культурные столицы, но там были некультурными словами, назывались, то есть, три буквы, бар три буквы называет, Та же атмосфера, да, да, и это, и это, и это вот, и вы представляете, что этого уже нет, оно ушло само, то есть, вот эти вот пустые, длинные улицы, когда их до конца достроили, все, это все ушло, парки, там, да, в парках сейчас, до сих пор там можно получить таких дюлей, что там точно память потеряешь, но они уже стали какими-то, стерильными, то есть, Купчина уже нет того, вот, с той слабой Купчинской уже нету, и, кто напомнит, как зовут Манникова Лысого, с Иваном Ургантом ведет, Дима Хрусталев, Купчинский, вы бы знали, как он там, то есть, он держал свою школу, они школу на школу дрались, то есть, это, вот, это был, это был класс, какой-то класс культуры, но он устал, это превратилось все в стерильное, когда наша попытка была сделать в Купчино, проект «Критическая масса», то есть, это, у нас есть это, НКО, ТОК, это творческое объединение кураторов, они попытались сделать проект «Критическая масса», собрали, тоже, лент-арт, какой-то там, урбан-лент-арт, там что-то еще сделать, и когда они там это поставили, объекты простояли ровно один день, с момента открытия до вечера, утром пришли, у снеговика, был здоровый снеговик, сделан из пенопласта, обклеенный зеркалами, его нашли за 7 километров от места, как? Вот, а проблема вся в том, что... Тяжело работать с Купчино, нет, 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 Скупчино, потом начали работать, нет, сейчас там идут работы, там облагораживание территории идет, там все, сейчас там все прекрасно становится, то есть вот еще когда я приехал в 2009 году, переехал в Петербург жить, а в Купчино суваться нельзя было, там вот это вот все было, свое гетто, они не любили, кто к ним приходит, их так 2 миллиона, зачем нам 2 миллиона, еще один человек, да, то есть, а сейчас это происходит, вот это вот, я говорю опять, повторюсь, стерильность привела к тому, что перестали, все перестало, и проблема вся в том, что когда идет закладка, скажем, того же самого высотного здания, да, сейчас идет норматив, то что первый этаж должен быть функционального назначения, магазины, там ларьки, аптеки, все, а Купчино застраивалось до конца, наверное, 90-х, она застраивалась по методу микрорайонов, которые можно применять для городов до 50 тысяч, там до 150 тысяч, то есть там одна аптека на весь район, то есть вот из этого исходили, и многие оттуда просто поуезжали, и сейчас там живут, ну, как бы там, детей очень много, то есть, но это все так страшно и некрасиво, то есть, когда мы предлагали работать с ними, да, то есть, но администрация не идет на это, администрация не слышит, администрация не слышит, что нужно здесь людям, а люди не хотят этим делать, потому что все накупили себе машины, и когда говорят, давайте мы сделаем качественный, нормальный трамвай, который позволит вам добираться, и вы откажетесь от машины, они уже говорят, поздняк метаться, у меня есть машина, зачем мне это, я уж лучше 4 часа потолкаюсь в пробке, то есть, все, менталитет у людей сидячий в машине, и это неизбежно, потому что, ну, вчера с Димой как раз это обсуждали, да, то есть, как происходит привыкание у человека, вы как бы не крутите, у человека есть привыкание, какие-то ученые сказали, что 21 день повторяют одно и то же действие, ты запомнишь его навсегда, на подсознательном уровне, и вот кто в Купчино заезжает, мне кажется, что они 21 день проезжают, тот момент, когда платят за квартиру, и они покупают эту машину, и не пытаются ничего сделать, когда попытка, то есть, я не знаю, там, у нас просто, вот, действительно, это очень тяжело, я не знаю, там, какую нужно иметь махину, чтобы вот это, закрутить процесс, чтобы в Купчино это все заработало. Почему Дарья Жукова идет в Новую Голландию, а не идет в Купчино? Дарья Жукова это жена Абрамовича, да, Новая Голландия, это тоже самое общественное. Ну, потому что Абрамович савансировал в Новую Голландию. А почему Купчино не занимается? Так вот, опять же, вопрос, вот я про что я говорил, да, то, что вот сознательный уровень, что общественное пространство, это вот, вот, менталитет сейчас лежит, общественное пространство, это бабки. Два миллиона жителя, это такой кэш. Не понимают для этого они, понимаешь, не понимает народ, просто еще не допонимает от того, что, когда ты делаешь пространство, оно начинает работать. Вот, к примеру, с Лиговского проспекта до Купчино быстрее всего добраться на трамвай, чем на метро. Трамвай идет 38 минут, и ты выходишь там, где тебе надо, а метро идет 40 минут, и ты выходишь на Балканах. То есть, это конечная станция, Купчино, и тебе еще нужно добираться. То есть, сделали, но просто, когда делали конструкцию этого трамвая, вот, по выделенной линии, что была допущена самая большая, грандиозная ошибка, которая привела к всему. Не пустили дублера, когда закрыли трамвай на пути. Людей заставили ездить на маршрутках. Людей заставили ездить на метро. Таким образом, получился, в головах людей стало, что трамвай здесь ходить не будет, он перерыт, и два года был. Конечно, когда он запустит, и кто на него пойдет, у тебя уже, ты знаешь свое время, расписание, ты выходишь, и ты идешь, машинально идешь на остановку, ты платишь за остановки, да, это 40 рублей, ты платишь, да, ты платишь, идешь в метро 35 рублей, да, ты идешь, но ты не пойдешь на трамвай. Потому что, как он ходит, когда он был? В Москве, да, в Москве сейчас, когда это, трамвай может стать каким-то общественным, абсолютно верно, абсолютно верно, и дело в том, что... Может следовало бы, например, как в маркетинге запустить какую-то компанию, как обычная реклама, да, там, ты же, например, Суки Рич, за два года началась публикация в газетах, что там клюквенный морс, это круто, потом это все перевели, Рич самая успешная марка. Почему в том же самом, в этих неблагополучном Купчино не устроить, не знаю, запустить... Да нет, смотрите, Купчино, Купчино неблагополучно, Купчино нормально все. Там не хотите, там, вы говорите, что там вам препятствия администрации и все дела. Просто вложить, с другой стороны подойти. Смотрите, нет, сейчас смотрите, я сейчас скажу, да, как оно происходит. Сейчас Купчино работает по методу, вот когда заговорили о партиципации, пошла такая система, что мелкими, ну вот сейчас, я давно там просто на самом деле не был, но вот часть районов, которые периодично все-таки посещаю, там запустили так, что мелкие городские сообщества, которые сами объединились, начинают облагораживать, начинают вот, вышел из подъезда два метра облагородил, потом еще два метра, и вот сейчас, наверное, там метров, наверное, восемь уже облагорожено. Я думаю, что так лет через десять потихоньку оно все сделает само. То есть это, мы назвали это так, вирусной стихией, то есть один заразился, начал заражать других. То есть, ну, не знаю, может быть это получится. Там делали проект лофта, да, то есть прекрасный лофт, восемнадцатый этаж называется. Да, конечно, нормально все. Мне два часа сказали, поэтому два часа. Не-не-не-не, а сколько? Полтора. Полтора? А, хорошо, хорошо, тогда вот, будешь тогда. И прошу прощения, просто надо еще рассказать тут немножко. Двадцать минуточка. Двадцать минуточка. Тогда, блин, я тогда ни одной вещь не успею, но ничего страшного, на следующий раз, да? Сейчас еще будет интеграционная часть, я думаю, во время интеграционной части, сейчас, подойдет, можно сейчас. Окей, окей, смотрите, было еще, там, лично я вот как-то, там, 9 лет назад начал заниматься некой вещью, как воркшопами. Тогда я еще не знал, что я буду работать в градостроительстве, тогда я еще не знал, что я буду вообще заниматься каким-то образованием людей, которые, пытаться образовывать людей, которые будут работать с городом. Я это делал на уровне программирования, то есть я заканчивал информационную систему технологии и начинал работать в них. В социологии, соответственно, и вот работа. Было проработано 5 ступеней. Это все касается воркшопов, да? Пятиступенчатые воркшопы, которые позволяют создать качественное техническое задание на разработку того же общественного пространства. То есть, и вот мы основное это применили сейчас к нашим конференциям, которые преобразование транспортно-коммуникативных пространств. В этом году уже была седьмая конференция ежегодная. Первая ступень это клаузура. То есть, это студенты старших курсов и специалисты до трех лет профессии. Второй ступень участники воркшопа это уже специалисты 10 лет. Следующие, соответственно, 15, 15, И пятая ступень это уже слишком высоко для нас. Это уже профессора, которые думают крупными мазками. Соответственно, каждая ступень позволяет, можно использовать как ее полноценный прогон. То есть, соответственно, что мы делаем? Мы берем территорию, допустим, нам нужно, девелтер задает вопрос, да, вот есть территория, нам нужно сделать качественную среду в ней, допустим, к примеру. Что происходит? У нас происходит, идет либо розыгрыш тендера, либо архитектурный конкурс, выигрывается, одна компания выиграла, одна компания построила и все плюются. Одни плюются, потому что им не дали выиграть, другие плюются, потому что неудобно, третьи сидят, хорошо. Все. В данном случае, если применить пятиступенчатую систему, то возможно, что будет даже, никто не будет плеваться и все будут говорить, хорошо. И первая ступень это клаузура, то есть, я обожаю студентов, знаете вы за что? Вот им даешь территорию, они же не знают, какие опасности их ждут и начинают копать до конца. Они найдут каждый кабель, они найдут там, что происходит, они найдут те социальные процессы, которые даже администрация знать не знает, что там в них они есть. Они найдут тех гопников, которые там живут, и ОПГ там найдут, и где продают наркотики. И это было там прекрасно, когда мы дали ребятам, мы говорим, ребята, у вас есть 4 дня, мне через 4 дня нужен отчет о том, что вы собрали информацию. Они приходят такие, а мы знаем 4 квартиры, где продают спайсы, 2 квартиры, где продают самогон, а там можно купить марихуану. Я говорю, господа, вы что-то несете? Как бы вы соображаете? То есть тут, как бы, представители, БДД сидят там, а что, ну это же есть, мы же не можем выключить эти процессы. Вот это действительно классно. Вторая ступень, это формирование импульса. То есть второй воркшоп, после первой ступени, это обыкновенный воркшоп, студенческий, который, говорит, находит, обходит с ним. Дальше после этого воркшопа происходит второй воркшоп. То есть основание второго воркшопа есть данные, которые собрали на клаузуре. Отрисовки. Здесь абсолютно отречено от реальности. Здесь можно делать все, что угодно. в клаузуре. Соответственно, после некой обработки идет формирование импульса. То есть этот импульс начинает порождать людей, заниматься с чем-то. Даже не на этой территории, в других местах. Третья ступень, это техническое задание для работ локального характера, то есть в том местности. Четвертая ступень, это воркшопы, соответственно, там проходит, в среднем каждый воркшоп длится 5-6 дней. Четвертая ступень, это ТЗ для работы районного значения. И уже пятая ступень, это ТЗ под стратегию развития крупных районов и даже полных городов. Соответственно, я вам это уже показывал, картина, то есть как ее использовали. Это попытки ее использовать, то есть мы запустили сделать это все из тех же картинок. А вот здесь крупнее те же картинки. Один из воркшопов таких проходит в Иркутске. Где-то в 12-м, кажется, я тогда ребятам говорил про эту зимнюю городостроительную школу, которая открыта ежегодно, в февраль, три недели, без башенства полного, работы каждую неделю, стоит всего-навсего 400 евро, входящий билет, и за три недели, поверьте, вы потратите больше. Там омуль вкуснейший, и это зима, мороз, Байкал, веселье, 50% студентов из других стран, 50% из России, там собранные, то есть все говорят на английском языке, кто даже не знает, кто тоже начинает разгадаться. Происходит просто бомба, я вам отвечаю. Я там был три раза, я был участником, я был ассистентом, я был организатором, и до сих пор ребятам помогаю, туда отправляю ребят, чтобы они, кто возвращается оттуда, вау. Ну, то есть, как бы, воркшоп это такая зараза, которая, ты в нее попал один раз, поучаствовал, все, ты от нее больше никогда не ответил. Я сколько раз зарекался, говорил, все, он Оксана знает, когда общались, я говорил, все, я больше делать не буду, никогда, ни конференцию, ни воркшоп, все. Проходит две-три недели, начинает, через месяц уже все, через два звонок, Андрей, пойдем воркшоп делать, пойдем вам. Жена такая, ты куда? Воркшоп в Казани, ты же обещал, последний раз. И так это длится, на самом деле, а пришло все к тому, что у меня теперь, я купился компанию, да, и теперь занимаюсь, именно, мой основной заработок, это развитие конференций, воркшопов. То есть, я себе сделаю, из этого мое хобби превратил в мой бизнес. То есть, там угорают все, то есть, вот, аудитория, которая собирается, это все страны, которые там присутствуют. Но сейчас уже вот отсюда еще попали. Вот, там, это в презентации все будет, это все будет, 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 я хотел показать немножко другое. То есть, это вот про зимний университет, сайт winteruniversity.com, то есть, зима, университет.com, все нормально. Вот, виды Байкала. И вот, наша конференция, которая вот была 5, проведена лично с моим участием, то есть, я был одним из основателей этой конференции, как раз вот, это вот тот, мы делали первые там, три ступени даже получили. То есть, после первого проведения воркшопа, мы получили международное сотрудничество, что со собой повлекло участие в международных проектах и привлечении экспертов извне в наши проекты. То есть, мы добились того, что теперь, когда заключается контракт, мы имеем право нанимать консультантов либо работников, а мы практикуем такую вещь, как взаимообмен работниками. То есть, я приглашаю там из Голландии человека, который работает, вот сидит в нашем же кабинете с нами и также работает над этим проектом. Одного человека отправляю в Голландию, то есть, и такие у нас очень много происходит. И еще две конференции, которые с 12-13 года, они дали уже коммерческие проекты. То есть, после проведения этого воркшопа было разработано техническое задание на их реализацию. То есть, у Балтийского вокзала после воркшопа было принято решение, что перенос какого там музея железнодорожного транспорта было перенести, убрать старые линии от Варшавского вокзала и создать классную территорию. И там Измайловский проспект когда-то он должен был перейти через обводный канал и продолжить свою перспективу. Но пришел один хороший девелпер поставил там такое. И теперь у нас измайловскую перспективу устало. Но за них нас, конечно, поругали, то, что мы там поссорили всех. Второй проект Ладожского вокзала мы делали. И в нем даже принял главный архитектор и автор работы вокзала Никита Игоревич Евень который также активно принимал участие и своих ребят из студии 44 отправил, чтобы они участвовали. И после этого они нашли еще потенциал для того, чтобы там сделать еще коммерческие проекты. То есть после первой вот этой территории на самом деле я просто говорю то, что где мы участвовали, да? Но после первой территории там импульс произошел еще хлеще в территории Московского вокзала там застроили если кто в Питер приедет на поезде вы попадете на Ладожский вокзал скорее всего либо на Витебский. Ну то есть в зависимости от того как раскидает поезд. Но если кто приедет там из Москвы допустим он приезжает на Московский вокзал и можно будет обратить внимание что с одной стороны стоит галерея которая никому нахрен не нужна. А с другой стороны красивый такой спрятанный квартальчик. А если с него зайти там даже очень приятно чем-то напоминает немножко Копенгаген такой вот современненький. Ну там еще чуть-чуть доработают и будет шикарно. Вот. Ну так вот нашими выглядели наши блоки. Вот. Соответственно и вот один из примеров который воркшоп который дает импульс не только для работы на территории но еще и импульс поиска сотрудников. То есть воркшоп это та система если ей правильно пользоваться то есть это еще и площадка продажи труда. То есть это интеллектуальная площадка где можно продавать самого себя. То есть в Нижнем Новгороде нас пригласили делать федеральную целевую программу по повышению безопасности дорожного движения и предложили провести воркшоп. Соответственно вернее я предложил провести воркшоп мне сказали у вас будет 3 дня но на самом деле мне дали только 2 дня у меня были магистранты и аспиранты 12 человек и наша была задача с ними проработать территорию но какую территорию нам не сказали мы собирали сами я пошел по всем администрациям по всем департаментам делать запрос а какую площадь лучше взять для того чтобы со студентами поработать. Мне сказали а что вы будете делать я говорю я хочу их научить как собирать данные именно с территории чтобы с ними тут же работать и в течении 3-4 дней можно дать неплохое решение этого территории. Они говорят окей возьмите вот эту площадь возьмите эту площадь возьмите там ту площадь все назвали 6 человек спросил 6 человек назвали все и ни один не назвал площадь свободы центральную площадь Нижнего Новгорода они сказали ну там нет светофора там нет чего делать и я подумал что если я возьму площадь свободы я не угожу никому но кажется я попаду в точку а когда мы стали делать решение запустили модель транспортную мы поняли что решение всех шести площадей было именно в Площади Свободы. Это просто так совпало. Это перекрестки, примеры, как можно использовать. Там такое кольцевое движение было без светофора. То есть 5 дорог и ни одного светофора нет. А вот здесь люди переходят дорогу, вот здесь пешеходный перевод, здесь остановка, здесь остановка. А здесь люди переходят дорогу, и общественный транспорт в 4 полосы останавливается. Там все хорошо. Это старые остались. То есть у нас было решение, предложение изменить. То есть вот эту вот часть высвободить, она не нужна здесь. То есть отвоевать у города еще кусок пространства для того, чтобы можно было с ним что-то еще делать. То есть вернуть исторический парк здесь был раньше. Соответственно, но студенты, когда сказали, говорят, ребята, вот мы сейчас вот закончим институт, а куда нам дальше посоветовать там в Мархи пойти, либо там кто-то в Стрелку собирался, кто-то там еще собирался. Я говорю, ну можете поехать в Серджи Пантуаз поучиться, вы можете поехать, там у нас есть контакты и в Дрездене, да, то есть у нас есть в Штутгарде контакты, с институтом Турганский мы работаем, с Польшей, в Данским техническим университетом работаем. Говорю, пожалуйста, можно. Но ребята такие стоят, да нет, я, говорит, свой город люблю, я хотел бы здесь остаться. Тут меня осенило, а давайте мы запустим некое, попробуем провести некое такое социальное исследование, прямо в процессе, да, самого. Я попробовал из них сделать, из ребят, чтобы каждый поучаствовал, рассказывал в работе, чтобы не я рассказывал там вот эти все красивые картинки, программы, да, а чтобы ребята сами рассказывали и сами себе презентовали свой мозг. И после окончания мероприятия глава Департамента транспорта и связи сразу пригласил всех на экскурсию в Департамент транспорта и связи, чтобы посмотреть, как они там работают. И после выпуска мне два человека звонят, они были самые раздолбай, которые там чудили по-страшному, но они оказались самыми грамотными ребятами. И они мне звонят после выпуска магистратуры, они звонят, говорят, Андрей, мы работаем в центре транспортного движения города Нижнего Новгорода. А у них центр транспортного движения Нижнего Новгорода делал запросы на обучение в Германии, когда у них есть свои же студенты. И они просто не знали, что у них есть институт транспортных систем, находится в Нижнем Новгороде, передовой институт. То есть это действительно незнание и общение. То есть это меня подвигло на то, чтобы вот создать эту систему воркшопов, которая позволяет еще обмениваться людьми и определять статус. То есть создать некую площадку, типа есть там Хантер, вот этот вот Ханхантер, то есть сайт, где можно подать резюме, а это именно кто прошел воркшоп, то есть и список, кто чем занимался, бэкграунд, может быть полезно будет. То есть иногда мне нужно в другой город ехать, я уже просто у меня столько контактов, что я звоню друзьям и говорю, ребят, помогите мне там, мне нужно сделать работу. И это очень помогает. И сейчас я хочу запустить еще один проект, когда это уже будет на работу устраивать, то есть через воркшоп устраивать на работу. То есть заказ брать у тех людей, кому нужны работники. И работников они будут отбирать через воркшоп. Вот, это такой был. И последний проект хочу показать. Прям буквально пробегусь просто по нему. Рам-пам-пам, где он, вот он. Так, мобилити. А как запускать вот здесь, да? Зелененькую. С этого года, с мая месяца, нет, даже раньше апрель, с апреля месяца я являюсь, ну как бы, с февраля месяца был восстановлен наш проект Экомобильность 2 он уже. Идет был Экомобильность 1, прошел, сейчас вот Экомобильность 2. И меня взяли ведущим экспертом в области велосипедного движения, ну и развития немоторизированных видов транспорта. То есть так как у меня много было работы, моя кандидатура подошла на этот. И теперь я являюсь еще и экспертом в Green Mobility. То есть этого проекта. Чем занимается наш проект Green Mobility? Это, по сути дела, та же самая сага, только уже более с конкретными детализированными проектами. Я эту презентацию оставлю. Прочитайте. Я просто хочу вкратце сказать, что у нас вошли партнеры. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Республика Карелия, Калининградская область. Пять регионов. Это уже не город, это уже на региональном уровне работа. И мы вот делали Псковскую область. Псковская область подала в этом году заявку на вступление в Гонзейский союз, Гонзейские города, и создать Гонзейский путь. Также у нас есть проект, вот такой, я книжечку эту оставлю. Организаторам они там может распространять. Если надо будет, я могу еще их выслать. Книги «Незабываемые приключения» на Виагандиатика. Это Гонзейский путь из Санкт-Петербурга до Риги, через Гатчицкий район, Выридский район. И когда говорят, обеспеченные пространства могут быть только в городе, нет, они могут быть везде. И когда вы двигаетесь по этому пути, вы знаете, что вы можете попасть в этот справочник, ну, это книга, которая написана, это как рассказ одного человека, который прокатился и понял, что потенциал всех дорог, что можно не просто в городе отдохнуть, приехать, посетить музей, что-то еще, а можно еще, двигаясь из города в город, просто совершая переезд, можно получить еще удовольствие от посещения, узнать историю, посетить домик бабы, няне Пушкина, Арина Родионовна, посетить в Авангороде, посетить крепость, съездить на залив, в Латвии покатяться. То есть, и здесь порядка 400 километров, почти 400 объектов культурного наследия, которые можно посетить. То есть, и там объекты уже становятся, там, в Риге, где-то на одной из рек, там, я сейчас точно не помню, место, там двигается, 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 этот фуникулер, останавливается, и спрашивают, хотите джампингом позаниматься, в смысле? А у вас это уже оплачено все, если ты покупаете тур. На вас надевают и в воду. Ну, прикольно, то есть, как бы отдыхаешь нормально. Вот. Наши зарубежные партнеры, с которыми мы вот сейчас общаемся, работаем, то есть, совместными визитами. Рабочие пакеты проекта, которые будут, сейчас вот уже визиты экспертов северных стран в Россию закончились, рабочие семинары СИЗО в Nord Green Days, вот, Nord Green Days пройдет на форуме стратегов, который будет у нас состоиться в октябре месяце, 24-25 октября, есть программа форума стратегов, можно будет ознакомиться. Если кому-то будет интересно, там можно будет зарегистрироваться, можно будет даже как-то попробуем сделать, чтобы попасть на него. Вот. Дальше будет у нас, вот, Европейская неделя мобильности тоже у нас. Сейчас вот скоро будет. Она сейчас у вас прошла, сейчас они к нам приедут. Я даже, кажется, знаю, что вы знаете, господи, Кляцко Алиха. Да. Знаете, да? Ну, вот мы сейчас с ним 29-го числа будем в Гатчине готовить лекцию. И вот сейчас готовим. Мы с ними сотрудничаем. Да. У нас был совместный проект. Вот. И я с ним лично знаком. И сейчас вот мы будем в Гатчине два дня, там, 29-30 числа. У нас был проект Urban Focus, там, в Старбале. Вот. Рабочий визит в северные страны. На следующий год у нас будет цикл лекций по развитию зеленого бизнеса. То есть сейчас формируются спикеры под зеленый бизнес. Если у вас есть контакты, если у вас есть информация о том, как можно делать зеленые бизнесы. Либо вам это интересно. Также можно сделать заявку. И я думаю, что для меня не будет проблемы доехать из Петербурга до Минска, да, то есть и показать эти все материалы. То есть презентовать. То есть если кому-то не... Фестиваль CO2 Green Drive, Greenway Green Drive пройдет 1 октября, буквально вот на днях. Это уже будет 8-й город, который принимает фестиваль CO2. Это будут из эко-машин выстроиться слова CO2 на фестиваль. Это не просто будет... Ну это такое мероприятие, да, там неделя без машины, а вот это целый CO2. Ну нормально все. Не, ну... Все хорошо. Потом будет информационная кампания мобильности. Мы пока не приступали к этому проекту еще. Но в скором времени сейчас будет... Сейчас будут прорабатываться документы. И там будет... Кампания мобильности, там будет очень много мероприятий. Как лекционных. И в том числе там будут еще... Скорее всего, я так подозреваю, что мне придется делать там и... Вебинары. То есть я думаю, что здесь мы можем посадочить. И заключительное мероприятие в Санкт-Петербурге, которое постоит. Ну вот такие вот словами. Тут чуть-чуть заползло, да? Вот это вот цена на самом деле. О2. То есть вот цель представить, как развивается зеленая экологическая городская среда в странах Северной Европы, включая электромобили, велосипеды, другой транспорт. Организация Датского института, культура, комитет там... Там такие люди интересные. Вот. И еще одно. Сейчас готовим. 24 числа представим книгу норвежского куратора проекта Green Mobility Пабло Цельси. Книгу датский опыт проектирования велоинфраструктуры. Этот человек когда-то собрал, заставил город Орхус стать велосипедным. Все говорят, что самая велосипедная столица Копенгаген. Но на самом деле душ населения и количество велосипедов Орхус превышает, хотя Орхус меньше, чем Копенгаген. То есть там действительно 1800 километров размер города, ну скажем, как Витебск, и 1800 километров велосипедных дорожек. То есть этот человек собрал весь опыт. Книга будет переведена, демонстрация пройдет ее представим 24 октября и 25. Пабло Цельси сам приедет ее представлять. Содержание руководства это вы посмотрите. Рабочие семинары. Мы делали Псков, Петрозаводск и Калининград. Калининград, к сожалению, не успели сделать, но там прошел маленький такой семинарчик свой. Там ребята запустили велодвижение прикольное. Велошаринг прикольно запустили. Именно в Пскове я участвовал как докладчик, а вот Петрозаводск именно был как организатор мероприятия. В Пскове 24-26 мая проходило. Узнаете, да, это лицо? А вот второе это тоже знали, да? Да, да. Это все ребята. И третье тоже. И третье тоже? И третье. А вот это, ну потом с этим человеком вас познакомим. это велодвижение Пскова, Петрозаводска, Анастасия Неронов, которая обожает это действие. То есть, я говорю, надо ехать, двигаться, не сиди в Петрозаводске. Она говорит, бери, гоняй. Мы катались, наша прекрасная Анастасия, девочка, которая попала когда-то в аварию, потеряла ноги, но этот человек, который занимается гидромотоциклами, она гоняет на лыжах, она путешествует. И то, что она стала маломобильной, она говорит, я не буду, не собираюсь останавливаться. Там были наши семена, прошел, это все прекрасно. Псков провел форум приграничных регионов уже. И это довольно-таки очень классный позыв, потому что Псковская область умирала у нас просто. Умирала, умирала. 600 маленьких деревень и крупных деревень за 7 лет вымерло. Они стоят пустые. То есть, и сейчас Псков начинает потихоньку возрождаться. То есть, это вот один из тех вариантов, когда мы в Green Mobility сходили представители еще и Пскова, мы их с собой брали туда обучать. Как закидывали их в администрацию Норвегии, закидывали в администрацию Копенгагена, чтобы они учились, как работать с населением, как работать с территорией. И вот сейчас они подали, уже говорил, что они подали в гандейский, состав гандейских городов, хотя Псков это один из гандейских городов. И чтобы войти в гандейский путь, то есть, собрать, то есть, отдельно прорабатывается программа. Выделяется финансирование. И уже губернатор начинает настаивать на этом все. Петрозавод 28-31 мая, буквально подряд два мероприятия пошли. Вытащили таких людей, как замминистров по транспорту, которые уже стал говорить на уровне федеральной целевой программы о том, что безопасность дорожного движения и развитие немоторизированных видов транспорта это есть выход от загрязнения. А это он такой умный или это просто модное слишком тело? Нет, дело в том, что у нас поменялся состав Министерства транспорта. У нас все пришли молодые, активные, амбициозные, которые именно заставляют это делать. И там такие зубодоробительные машины стали эти люди, которые именно идут и напирают, что надо развивать. Они понимают, они живут в Москве, они понимают, что там происходит. Но когда сделали классы, все знаете, парк имени Горького, когда просто на два года грандиозную часть города огородили забором, вытащили из экономики города территорию, шаманили над ней, и все кричали, вы что творите, у нас бюджеты падают, у нас этого не хватает, наборов, налогов не хватает, там что-то, рабочие места уничтожают. Но когда они открыли, капитализация территории увеличилась порядка, там, несколько раз. И то есть, когда они, этот парк имени Горького уже заработал, да, по своему потенциалу, только по созданию своего, он заработал больше, чем он потратил за два года. То есть, и они амбициозны, и начинают эти проекты развивать, и не только Москва, там, Санкт-Петербург, Казань, потому что это три, у нас общественный транспорт, есть только в Москве, Казани, и в Санкт-Петербурге чуть-чуть. То есть, больше у нас нигде нет его. То есть, и они уже начинают идти вот на эти вещи. Ну, там вот, Елена Белова, это наш как раз руководитель, вот, эко-мобильности, куратор. Активные люди, велосипедисты, сразу можно их узнать, да нельзя сюда ставить ничего, здесь велосипед должен был пройти. Собирали, то есть, провели велопарад. Велопарад, как задействовать Псковскую, республику Карелия. Ежегодно у нас проходит всероссийский велопарад. Мы его хотим вывести за пределы России, то есть, и призываем тоже Минск, и Минчан призвать и других гостей, там, да, жителей Белоруссии присоединиться к единому велопараду, который будет проходить. Мы будем просто отмечать города, где мы есть, то есть, таким самым можно смотреть и видеть. И в этом году было 48 городов участвовало от России. Из 1049, 48 участвовало, но уже нормально, да, то есть, потихоньку начинается развиваться. И 8 городов только из республики Карелия. А у нас говорят, что нет, там погодные условия не дадут на велосипедах кататься. И вот как раз 2 минуты осталось. Вот, они говорят, нельзя там кататься, погодные условия нет. Они говорят, можно, ребята, можно, у нас 9-8 месяцев в году снег лежит. И это то, что была погода, это лето, да, это короткое лето, май. Там май по июнь, все, короткое лето, дальше все, холодно становится. Там реально холодно уже, там, это север, от Петербурга, всего там вроде 400 километров, но уже все. А там дальше есть еще и Мурманск, а там дальше есть еще, еще и города, которые там, Архангельск, которые так же катаются, там, ребята творят просто чудеса. И это начинается уже стихийно, не просто там в каком-то городе, да, и вот эти все мероприятия, они также направлены на общественное пространство и работать, и работать, и искать эти программы, гранты, искать на то, что это привлечение. То есть они вот, Ветрозаводск, они хотят стать первой велосипедной столицей в России. обойти Москву и Санкт-Петербург. Они умудряются собирать на велопарад, вот лично я здесь участвовал в этом велопараде, и тоже в центральной колонне был, не попал на фотографии, я тут рука подторчит, а вот, они умудрились 1% от населения посадить на велосипеды. 1%, то есть их всего там 300 тысяч, они 3 тысячи посадили на велосипеды, а 200 тысяч, они даже 1,5%, они 3 тысячи посадили на велосипеды. У нас 3 тысячи в Минск собирает велосипедистов? это на 2 миллиона. В Санкт-Петербурге собирает велопарад, велопарад, на 2 миллиона, а это, получается, там даже 1% нет, а это 1% заставили. После этого велопарады, сделали детский велопарад на велобегах, детей посадили, они там гоняли, шпендели такие там, так-так носились. Потом сделали забег мамы на каблуках с колясками. Жесть! Нет, это прикольно, потому что весь город жил, это был праздник городского масштаба, который заделали, вот эта маленькая, хрупкая девочка, которая говорила, Анастасия Нерона, она вот со своей командой, они это сделали, праздник не только для людей, они показали, что люди, давайте выйдем в город, давайте посмотрим на этот город, что вот он, это наш город, мы в нем живем, нам в нем решать, какие общественные пространства, нам нужно вот для этого, нам нужно вот для этого, нам мы хотим сделать, сейчас они делают праздник открытой улицы, вот буквально там, кажется, на этой неделе у них запуск идет, или уже запустился, то есть они раз в две недели какое-то мероприятие делают, ивентами насыщают, то есть они активно заработали в территории, и территория сама, они поняли, что вот это вот четкий пример партиципации, да, то есть администрация говорит, мы решили, вот так, будет так, мы же вам велодорожку на набережной сделали, и все, а велодорожка представляет, это был асфальт, который положен в 90-х годах, и где-то лоточками, вот так вот краски, наверное, прошли линию, привели, все, человеческий, велодорожка, что вам еще надо, отстаньте от нас, и они не сдаются, и не будут они сдаваться, они пойдут дальше до конца, они будут бить, понимаете, что у нас там дальше, это рабочие визиты пойдут, в Берген, вот в Берген водили как раз мастер-классы и тренинги были для руководителей администрации, для советов, ну, то есть департаментов, там, мэров городов, кто там, помощников мэров, там, губернатор был, в гонзейских городах, в Берген выехал, Псков в составе, что-то 40 человек, они шли, там парад идет, гонзейских городов, и Псков участвовал в этом году уже как в составе этого парада, то есть, вот представители администрации, ребята, вообще молодцы, 36 гонзейские дни, то есть в следующем году, они, кажется, будут проходить в Латвии, гонзейские дни, то есть туда стоит попасть, на это мероприятие, посмотреть, как готовится общественный пространство, я просто хотел еще поговорить сегодня с вами о системе управления общественных пространств и вот действия, да, то есть через как раз вот такие кейсы, ну, я думаю, что это потом уже сделано, потому что время мало, вот, соответственно, можно будет съездить на, все, хорошо, сейчас одну секундочку расскажу, просто мысль все, посъездить именно на вот гонзейские дни, посмотреть, как готовится, подготавливает город, подготавливается город к тому, чтобы провести вот это массовое мероприятие не только для приезжих, да, которые туда приедут, но и для своих же жителей, как задействовать жителей в общем празднике, вот, а, ну, это вот первое в этот mobility station в Гамбурге, то есть эко-мобильная остановка, где можно заряжаться и она абсолютно бесплатная, если у вас есть автомобиль, то есть экологические игры и второй еще один кейс, который мы сделали, прям прошу прощения, просто, ну, это очень важный момент, все, что когда мы говорим о эко-мобильности, когда мы говорим об общественных пространствах, мы должны не должны забывать о том, что еще должна быть это как бы проводить игры еще такие, как о чистоте, да, то есть прививать детям культуру, чистоты и любви. Был задействован проект «Чистые игры», «Балтийский берег». Было получено финансирование на проведение этих игр. Это не просто субботник, когда туда просто тупо выезжает народ под палкой, давайте уберем. Нет, на «Чистые игры» люди сами приезжают и еще и играют в это. Кто больше соберет мусора. Такой призовой фонд. Слушайте, у нас призовой фонд, там идет Дима Иопфи, у нас такой есть товарищ, который занимается, он пошел в группу конного спорта и говорит, ребята, давайте станете вы нашим спонсором, наши победители к вам придут тренироваться, покататься на лошадях. Он идет к другим, говорит, давайте вы станете нашим спонсором, пироговый дворик, накормите 160 человек пирогами и получите рекламу по демонстрирую свои пироги. Он идет к водичке, там родничок, он говорит, давайте напоим людей водой и мы станем. И таким образом с миру по нитке и проект реально реализуется. Сейчас вот будут чистые игры выриться, пройдет 30 сентября, пока еще не совсем холодно. Ну и про форум стратегов я уже говорил, тема линий, эко-мобильность. Все, спасибо за внимание, у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова